В Приморье состоялись соревнования Главного управления МЧС России по Приморскому краю призы Нового года по пожарно-спасательному спорту среди юных пожарных. Мероприятия проходили в спортивном комплексе Дальневосточной пожарно-спасательной академии, который собрал более 100 детей в возрасте от 12 до 18 лет из 10 команд Приморского, Забайкальского краев и Амурской области. Организаторами мероприятия выступили Главное управление МЧС России по Приморскому краю и Приморское краевое отделение Всероссийского добровольного пожарного общества. Всего в соревнованиях приняло участие более 100 детей из 10 команд Приморского, Забайкальского краев, а также Амурской области. Эти соревнования являются подготовительными к первенству России по пожарно-спасательному спорту. Мы занимаемся развитием детского пожарно-спасательного спорта на территории Приморского края. Поэтому ежегодно у нас проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту на призы Деда Мороза. Эти соревнования посвящены 130-летию образования ВДПО, это Всероссийского добровольного пожарного общества, и 125-летию Приморского краевого отделения ВДПО. Участникам состязаний предстояло преодолеть стометровую полосу препятствий и осуществить подъем по штормовой лестнице в окно 2-го и 3-го этажей учебной башни. Пожарно-спасательный спор требует большой отдачи и физической подготовки регулярных и упорных тренировок, выносливости, оперативности и стремления к победе. На протяжении двух дней спортсмены демонстрировали членам судейской коллегии силу, ловкость и свои спортивные навыки. «Сложно, здесь сложная техника. Надо прям очень серьезно оттачивать технику. Если нет техники, то результаты будут низкие. Это очень техничный вид спорта». По итогам соревнований победители в торжественной обстановке были награждены медалями, грамотами и призами. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.